Парни, девчонки, всем привет! Сегодня у нас будет легкий обзор довольно-таки редкого автомобиля. Мы сейчас находимся в Северном Бутово, прямо возле дороги, поэтому за шум приношу извинения. У нас сегодня будет Infiniti Q50 в кузове V37. Автомобиль выпускается с 2013 года, но в России он продается с 2014 года. Мы расскажем сегодня про все, про плюсы, минусы, на что стоит обратить внимание, чего бояться в автомобиле, чему радоваться. А во всем по порядку. Как вы знаете, у нас по коллективному сговору появился спонсор. Прямо ход сказать, Сань, ну не парься, все будет нормально. Нормальная контора, не какой-нибудь там петушиный банк. Поэтому, одна минута рекламы, и мы продолжаем. Друзья, а наш спонсор это сайт yurimon.com, который представляет из себя агрегатор по подбору автосервисов. Переходя на сайт по активной ссылке в описании, вы в первую очередь проходите легкую регистрацию. Сделать ее нужно обязательно. Таким образом, вы получаете один из 100 сертификатов. На секундочку скажу, что их осталось уже 87 на 5000 рублей. Как это работает? Заходя на сайт, вы заполняете заявку всего в 4 клика, где вы указываете ваш автомобиль, год выпуска, и прям прямым текстом пишите, что вам с ним нужно сделать. Также вы можете приложить фото, если это связано с кузовным ремонтом. После чего вы отправляете заявку и начинаете уже в ближайшее время получать предложение от ближайших автосервисов с указанием цены. После того, как вы определитесь и пройдете ремонт в одном из предложенных автосервисов, вы можете получить 5000 рублей обратно, если сумма ремонта составила более 5000 рублей. Если же сумма ремонта была до 5000 рублей, то вам просто возместят ваши расходы. Данная акция сделана для того, чтобы вам дать возможность понять, что пользоваться услугами сайта uremont.com удобно и выгодно. Оплачивая услуги напрямую через сайт, вы можете получить кэшбэк в размере 10%. Парни, uremont.com, переходите по активной ссылке в описании, тестируйте сайт, наверняка он вам будет полезен. Ну а мы возвращаемся к просмотру. Поехали! Ни для кого не секрет, что Infiniti это премиальная марка компании Nissan. Когда я выложил фотографию данного автомобиля в наш инстаграм-канал, многие написали о том, что почему-то в нем видны сходства с автомобилем Mazda 6. Но если посмотреть автомобиль по кругу, то скорее всего его можно сравнить с Nissan Tiana. Тем не менее, здесь я хочу отметить то, что это Q50, а есть Q70, который уже будет более богатый, более нафаршированный, скажем так, не для водителя, а для пассажира заднего ряда. То же самое, как и у Тиана. Тиана же тоже пытались преподнести на наш рынок как членовоза. То есть, чтобы для чиновников, там, каких-то людей более-менее связанных с бизнесом. Поэтому этот автомобиль, я бы сказал, то, что больше направлен на менеджера, какого-то преуспевающего городского жителя. Он у нас заднеприводный. Человеку, который живет в каком-то небольшом городе, в котором очень много зимой бывает снега, в котором не чистят дороги, вообще дорога разбита, он, возможно, будет не очень удобен. А человеку, который живет в крупном городе, таком, как, например, Москва, автомобиль будет дарить, скорее всего, только положительные эмоции. Именно заднепривод автомобиля в сочетании с заявленным дорожным просветом, а он здесь, по паспортным данным, 126 миллиметров и отпугивает людей. Но, тем не менее, хочу отметить тот факт, что мерится самый минимальный дорожный просвет по вот этому отбойничку. Вот здесь как раз реально где-то будет примерно 12,5 сантиметров. Реальный дорожный просвет автомобиля будет в районе 140 миллиметров, что для города, в принципе, нормально. Такой же дорожный просвет идет у Мерседеса, в БМВ. Бояться этого не стоит. Конкретно наш автомобиль буквально неделю, как выкачан из автосалона, пробег на нем всего лишь 200 километров. Вот человек поначалу присматривался тоже к МАЗДе 6. Вообще, он сам владелец сейчас трешки хэтчбэк. Мы ее ранее снимали. Так вот, покатавшись на ней, приехав в автосалон, посмотреть шестерку, он понял то, что он меняет шило на мыло с трешки на шестерку. И тут попалась на взгляд ему она. Заехал в автосалон и покатался. Понял то, что его автомобиль полностью устраивает. Если говорить за внешний нить целиком, вот если обойти автомобиль по кругу, посмотреть, каждый здесь увидит свое. Кто-то скажет, что автомобиль очень агрессивен, то, что в нем вот есть своя изюминка. Кто-то скажет, что чего-то здесь не хватает. Вот по мне кажется, что переднюю морду, решетку радиатора, можно было бы маленько доработать, да, сделать ее более задиристой, более игривой. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет. Выводы по внешнему виду сделать каждому самостоятельно. Мы пойдем в подкапотное пространство, потому что там есть что рассказать. А в подкапотном пространстве нас в первую очередь встречают два газоупорных держателя, которые на сегодняшний день уже идут, знаешь, как атрибут премиальности. Казалось бы, ну мы часто про это говорим, потому что, казалось бы, недорогие вещи, но тем не менее в обычную машину, допустим, за полтора миллиона, ее почему-то не ставят. Давайте вернемся к следующему. Вот смотрите, на России идет два двигателя. Первый, как в нашем случае, это рядник двухлитровый, 211 лошадиных сил плюс турбина. Заявленный разгон до первой сотни 7,3 секунды, крутящий момент 350 ньютон-метров. Двигатель идет мерседесовский, 274-й. Все об этом знают, у него есть один значительный минус, про который мы поговорим чуть-чуть позже. 274-й двигатель пришел на смену 271-му. Здесь изменена система надува, изменена система впрыска. В общем, есть незначительные ряды работ, которые привели к более экономичному расходу топлива. Двигатель ставится нам в автомобиле Mercedes C-класса и E-класса, но в нашем случае изменена немного турбина и интеркуллер. У Mercedes он немного другой. Работает двигатель в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, на которую в целом нареканий вы никаких не найдете, если с ней должным образом обращаться, использовать и обслуживать. Максимальный разгон у автомобиля 245 километров заявленных. Дальше сработает ограничитель. Так вот, именно 274-й двигатель отпугивает большинство потенциальных покупателей, потому что имеет не совсем надежную славу. Проблема 274-го двигателя уже давным-давно известна. Это конструктивная особенность пускного-выпускного вала, который в результате эксплуатации изменяет свои геометрические показатели. У него есть три основных симптома. Первый. Вы, когда заводите автомобиль, он начинает немного с затяжкой заводиться. Второй. Появляется некий треск, звук. Посторонний. Ну, некоторые называют его звуком дизельного мотора. Какая-то нестандартная, нештатная работа двигателя. Ну и третий. Это уже сработает система индикации автомобиля, и у вас просто-напросто на приборную панель вылетит чек-энжин, который будет означать о том, что вам нужно в срочном порядке отправляться на диагностику. И такая проблема, понимаешь, она тебе не будет вылетать каждые 20 тысяч километров. Да, ты, возможно, здесь столкнешься, но больше всего этого нужно бояться не владельцам новых автомобилей, а тем, кто покупает автомобиль на вторичке. И вот если говорить конкретно про наш автомобиль, то это основное, чего здесь боятся потенциальные владельцы. Потому что многие не знают того, что в 2016 году был незначительный рестайлинг, который не коснулся никак внешности автомобиля. Но вот эту проблему он порешал. Он порешал еще ряд незначительных проблем, которые были по автомобилю, о которых мы расскажем чуть-чуть позже. И второй двигатель, который предлагается на нашем рынке, это V-образная шестерка, 3 литра, 405 лошадиных сил, 475 крутящего момента, разгон до первой сотни 5,4 секунды, обозначается полным приводом. Но такой автомобиль нам неинтересен, потому что он попадает, во-первых, под различного рода налоги, дорог в содержании, поэтому мы про него говорить ничего не будем, и пойдем дальше. В остальном, в подкапотном пространстве, нет более ничего необычного. Какие-то нарекания есть и встречаются, это все идет в индивидуальном порядке. Каких-то повальных проблем, болячих здесь нет. Капот красив, свеж, чист. Если поговорить про подвеску автомобиля, то передняя идет независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя независимая, многорычажная. Колеса у нас идут 17-е, 225 на 55. Настроена она, в принципе, подвеска идеальна. Ну, знаешь, я бы сказал, сбалансированная. То есть, если покататься по гору, ты будешь чувствовать себя комфортно вполне в автомобиле. И в тот же момент, если ты выйдешь на трассу, как я люблю сказать, если захотелось погоняться, автомобиль на дороге будет стоять, в принципе, адекватно. За лако-красочное покрытие сейчас вообще ничего говорить не буду. Автомобиль новенький, весь блестит. Посмотрим проще-напросто, что с ним будет через пару лет. Сама марка Infiniti звучит красиво. И вот согласись, вот некоторых отпугивают. Знаешь, на чем ты приехал? Kia, Kia Optima. Что у тебя там? Hyundai Solaris, Hyundai i40. А ты на чем приехал? Infiniti Q50. Ну, понимаешь, есть в этих словах какой-то такой некий вес, ну, такая престижность, премиальность. А так, если идти дальше, то в целом все здесь то же самое. Передние тормозные диски вентилируемые, задние тормозные диски тоже вентилируемые. Есть система бесключевого доступа в автомобиль. Вес автомобиля составляет 1545 килограмм. Бак здесь 80 литров, что, собственно, будет хватать тебе на 500-700 километров пробега. Все будет зависеть в первую очередь от тебя. Сейчас мы точно расход сказать не можем, потому что автомобиль находится в обкатном периоде, всего пробег 200 километров. Но в реале, в смешанном цикле, я думаю, эти цифры будут в районе 9-11 литров. Давайте присядем назад, оценим комфорт задних сидений. Как вы знаете, во многих рекламных буклетах про это было сказано, то, что сидения для Infinity и для Nissan разрабатывались совместно с NASA. Вот присесть сюда, сказать то, что вау, прям что-то грандиозное, не могу. Да и никто этого никогда не скажет. Но это, скорее всего, будет проверено, если ты поедешь на какое-то большое длительное расстояние, что, собственно, является хорошим маркетингом ухода. Ну, знаешь то, что это NASA сидение, очень хорошее, очень комфортное, садись и езжай куда-нибудь тысячи за полторы от салона. Вот сейчас мы завели автомобиль, потому что, когда его глушишь, сидение назад отъезжает. Вот смотрите, сколько места, в принципе, в заведенном состоянии, то есть человек сидит, как ему удобно, я же сижу сзади. Места достаточно. У нас есть подлокотник. Сидения у нас не складываются, к сожалению, поэтому, например, разложить их, что-то перевести более-менее крупногабаритно здесь нельзя. Сидеть в автомобиле сзади действительно комфортно, но в тот же момент, если захотеть, к чему-то можно придраться. Посадить своих детей, посадить свою семью, жену назад, отправиться куда-то в путешествие, я думаю, удовольствие вы получите все вместе. Пойдемте дальше. Переходя к задней части автомобиля, здесь действительно есть чему зацепиться взглядом. Ну, например, смотрите сами, раздвоенная выхлопная система. Диодные задние фонари, за исключением поворотников. У нас в нашей комплектации, она называется «Бизнес плюс Нави», идет камера заднего вида. В целом, вот задняя часть автомобиля, как говорится, попка здесь привлекательная, то есть на нее посмотреть можно. Но больше всего мне здесь нравится механизм открывания. Вы посмотрите. Вот казалось бы, неужели это так дорого? Но зато вы получаете честный 500 литров объема. Вот в некоторых камрюхах, например, как сделаны рычаги, то есть ты в самом прихожде открывают багажник, вау, как много места. По факту нагрузил его, и фиг ты его закроешь. То же самое, например, сделано с моей Мазой. Да, они спрятаны в кожухах. Но вот здесь-то посмотри. Это же не какое-то там сверхновое решение. Такая вот система применялась еще лет 10 назад на Вольво. Ну, совсем другой уровень. Резина у нас все транфлетовская, поэтому у нас здесь запаски, докатки, ничего нет. И вот, к сожалению, к сожалению, не складывается задний ряд сидений. Места в багажнике вполне достаточно. И как я сказал в самом начале видеоролика, то, что автомобиль настроен на более состоятельную аудиторию, поэтому им перевозить различного рода сумочки из спортзала, продукты, места хватит с головой. И как всегда, магия монтажа, и мы постепенно переносимся к интерьеру автомобиля. А здесь нас встречает довольно-таки приятная атмосферка. Ну, смотрите, в первую очередь идет перекликание, опять же, с Ниссаном. Кнопочки, мультимедиа, все это встречается тоже самое на Ниссанах. Но, отмечу, смотрите, два дисплея у нас. Это один идет именно под навигацию, второй идет для управления все различными системами. Работает это все Intel на Android, поэтому это горячая такая, знаешь, смесь, которая может тормозить. И вот, возвращаясь к 2016 году, то, что был небольшой рестайлинг сделан, говорят, то, что починили, подлечили. По факту, я считаю, что все равно, если начать тыкать в дисплей, подвисания будут. Идут управления климат-контролем, он здесь раздельный, вот эта часть передняя, да, подстаканники, смотри, какое все сделано, все глянцевое, машина новая. По-любому здесь все будет замазано, замаркано, если вот кидать, например, ключи. В остальном же сидеть в автомобиле действительно очень приятно, очень комфортно. К этому не придраться. К чему можно придраться по салону? Это именно к качеству кожи. Именно на кожу здесь самое большое нарекание. То, что у многих она через несколько тысяч, через 10 тысяч уже выглядит гораздо старее, и она очень быстро изнашивается. У некоторых рвутся сидения. Одни говорят, что это без проблем, меняют по гарантии. Другие говорят, что вам придется пободаться и доказать то, что это гарантия. Какой-то изысканностью данная комплектация вас не побалует. Но, на мой взгляд, здесь есть все самое необходимое. Навигация есть, мультимедиа есть, есть подогревы, есть подогрев руля, есть задняя камера. В общем, для комфортного передвижения по городу есть все. Есть хорошая, надежная автоматическая коробка передач, есть возможность выбирать режимы и управления. В общем, все, что нужно, есть. Поэтому давайте не будем тянуть кота за хвост, а поедем на тест-драйв. В первую очередь, то, что обзорность здесь на высоте, жаловаться ни на что не приходится. Когда включаешь заднюю передачу, зеркала боковые опускаются вниз, то есть для комфорта парковки. Глушишь машину, как я сказал, руль поднимается вверх, сиденье отъезжает назад. Мы сейчас стоим на светофоре. В автомобиле два аккумулятора, один находится в багажнике. Здесь работает система старт-стоп. Ее отключить нельзя. Можно это сделать принудительно у дилера, поставить дополнительную функцию, но это будет стоить 30 тысяч рублей. Вот смотрите, мы сейчас находимся в Северном Бутове. Всем, кто не из Москвы, наверняка, да, вы всегда слышали эти истории о том, что Бутово, Бутово, криминальный район. Вот, посмотри, какие здесь дороги сделаны. Вот некоторые говорят, что ты все время своего мэра хвалишь, но вот нахожусь вообще в другом городе. Все чисто, идеально, ровненько. Поэтому сказать вам о том, что машина жесткая, да никак я вам вообще скажу. Сейчас у нас дороги такие стали, то, что везде все ровно. Реально передвигаемся с комфорта. Машина тихая. В тот же момент, если давать газку, конечно, слышно, как работает двигатель. Но это нормальное явление, поэтому тут как бы придираться не будем. Проезжая лежачие полицейские, какие-то незначительные неровности, реально 17-е колеса в паре с нормально настроенной подвеской, проезжаешь, то есть, ну, получаешь удовольствие. Мы сейчас едем 40 километров, давайте просто слегонцу ли дадим газку. Подхват есть у автомобиля. Ну вот, все, потянуло. Вот, вот. Но тяга неплохая, слушай. То есть, прямо вот после 4-5 тысяч, прям реально тянет очень хорошо. Вот в этом, конечно же, плюс мерседесовских моторов. 211 сил, 2 литра, турбина. Но тяга очень хорошая. В этом автомобиле не хочется особо гоняться. Здесь хочется, чтобы ты знал, что у тебя есть достаточный запас мощности. Но в тот же момент, если вдруг прекрасная погода, летний вечер, ты гуляешь в выходной день, вышел там с женой прокатиться, с друзьями, с подругой, всегда сможешь разогнаться, дать газку, то есть, получить от автомобиля удовольствие. Вот смотрите, покажи. Сейчас проезжаем лежачий полицейский. Вот такие полицейские я вообще не люблю. Вот на своей мазде, на 19-х колесах, я их просто-напросто пропрыгиваю. Здесь же я проезжаю так же. Оп, оп. Ну, действительно с комфортом. Вот после тест-драйва в таких автомобилях, вообще даже вот сейчас, когда на нем катаешься, передвигаешься, чувствуешься реально человеком. И хочется, знаешь, как-то жить хочется. Вот есть к чему стремиться, понимая, что не нужно останавливаться на достигнутом охоте, чтобы уже поскорее понедельничек был на работу пойти, зарабатывать. Поэтому, парни, трудитесь, старайтесь, покупайте себе то, что вы хотите, а не так, что, знаешь, вот некоторые живут с таким вот негативом и серией, да, классная тачка, но я ее никогда себе не куплю. Купишь, старайся, развивайся, и все у тебя будет хорошо. Ну что, пришло время подводить выводы. Ну, смотрите, что можно отнести к откровенным минусам данного автомобиля? Ну, чаще всего, конечно же, это мерседесский мотор 1. Заявленный дорожный просвет 126 мм, 2. В сочетании со всем этим задний привод автомобиля 3. Но это основное, на что здесь жалуются люди. И что сюда же можно отнести к плюсам автомобиля? Ну, в первую очередь, это премиальность марки Infinity 1. Это вторую очередь, это комфортность автомобиля. Здесь действительно хорошая шумоизоляция, хорошая подвеска. В целом, автомобиль комфортный. Ты завел его, сел, поехал, ты получаешь от него наслаждение. Здесь есть достаточный запас мощности для передвижения в городе, для передвижения по трассе. Хорошая диодная оптика. То, что автомобиль редкий, я считаю, это тоже будет плюсом. Потому что, если в больших городах он может встречаться в потоках часто, то, например, в небольших провинциальных городах наверняка ты будешь единственным обладателем такого автомобиля. По содержанию автомобиля, ну, смотрите, первое, второе, то стоит в районе 16 тысяч рублей. Каждая третья этого будет дорогим считаться. Она идет примерно 30 тысяч рублей. Каска на автомобиль дорогая. Вот владельцу обошлось в 140 тысяч рублей, но она полная, без потери стоимости. Конечно же, если вы покупаете автомобиль, к примеру, не в кредит, вы вправе самостоятельно делать каску, например, только на угон Total. Вот цена данного автомобиля в нашей комплектации бизнес плюс навигация на официальном сайте составляет 1 миллион 881 тысячу рублей. Владелец же забрал данный автомобиль за 1 миллион 800 тысяч рублей плюс ряд подарков. И вот если ты сейчас окунешься в различные клубные форумы, пройдешься по группам владельцев автомобиля, то ты увидишь примерно следующую картину, что из 100%, 80% владельцев реально машиной довольны. И 20% это те люди, у которых есть нарекания. Встречаются даже те, кто говорят, что им машина попалась такая, что через год она начала ржаветь, и прикладывают к этому фотографии. Конечно же, это единичные случаи, заводские браки. Скорее всего, автомобиль был бит при транспортировке, но факт есть факт. В общем, вот таким у нас получился данный видеоролик. Если вам есть что-то добавить про автомобиль, я что-то не сказал, либо где-то меня поправить, пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, там всегда выходят только анонсы свежих роликов. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. У меня на этом все. Всем до новых встреч. Пока-пока.